Несколько мыслей об исцелении. Значит, важно определить термин, да, или определиться с терминологией, что же такое исцеление. И здесь, на мой взгляд, есть очень такое значительное недопонимание со стороны харизматического движения, которое в последнее время выдвинуло тезис о том, что исцеление – это обязательная часть нашего земного наследия. Для верующих имеется в виду это наследие. Еще раз, исцеление – это обязательная часть нашего земного, подчеркиваю, именно земного наследия. Вот это определение, на мой взгляд, является ошибочным и содержит недопонимание. Существует много учений, теорий о том, что мы исцеляемся верой, что мы должны стоять в вере за исцеление, что выглядит очень даже правдоподобно и неплохо, но не подтверждается апостольским учением. И не подтверждается практикой, потому что очень много людей, которые пытались стоять в вере за свое исцеление, в итоге разбились, потерпели крушение, отказались от медицинской помощи, медикаментозного вмешательства, и потерпели даже кораблекрушение в вере. То есть не получилось у них верою востребовать свое исцеление, как к тому учили харизматические проповедники, и в итоге люди потерпели фиаско. Я сам пытался тоже в своей личной жизни двигаться таким образом, то есть взыскать исцеление своего собственного исцеления верой, видя, что Иисус Христос во время своего земного служения всегда поощрял людей, дерзай, вера твоя спасла тебя, всегда хвалил людей за то, что, имея веру, они получали исцеление. То есть я пытался спроецировать то, что совершал Иисус, и то, как Он хвалил людей на свою собственную жизнь, и таким образом был уверен в том, что исцеление является частью, обязательной частью моего земного наследия, как верующего. Но здесь очень важный момент, который упускают многие вот такие проповедники и учителя, которые учат о том, что мы исцеляемся верой. Дело в том, что в служении Иисуса Христа, 100% людей, которые получили исцеление, я подчеркиваю, 100% людей, не 50, не 70, не 80, а 100% людей, это были люди, которые находились в начале пути. Там не было верующих в том классическом виде, в котором мы себе представляем. Там не было верующих, которые имели бы хотя бы 2-3 годичный христианский стаж. Это были люди, обращающиеся к Иисусу. Только-только обращающиеся, находящиеся в начале пути, только-только встающие на путь веры в Иисуса Христа. Еще раз, 100% людей, которые получили исцеление в служении Иисуса Христа, это люди, находящиеся в начале пути. Это не классические верующие, которые там прошли уже по 5 лет стажу. Это не служители, которые стоят там уже в служении по нескольку лет. Это люди, находящиеся в начале пути. Вот таким людям Иисус всегда давал положительный ответ. Всегда. То есть любой человек, который находился в начале пути, который только-только обращался к Господу, получал исцеление всегда в служении Иисуса Христа. Но в Евангелиях не содержится случаев, которые бы говорили о обращении к Иисусу людей, которые имеют уже христианский стаж. Таких случаев просто нет. И всякий раз, когда Иисус говорил, «Вера твоя спасла тебя, человеку исцеленному», это подразумевалось не заслуги веры такой вот уже испытанной, давней, зрелой, возросшей и, ну, скажем так, взрослой. То есть это человек только-только обратился к Иисусу. И вот эта похвала Иисуса, «Вера твоя спасла тебя», она относится не к испытанной вере, а к тому, что человек просто находился в неверии и обратился к Иисусу за помощью, поверив, что Иисус может ему помочь. Вот и все. То есть эта вера достаточно мала, вот так вот, с точки зрения классического нашего понимания веры. Хотя проповедники, учителя веры, они все говорят, что у них такая великая вера, вот эта женщина говорила в себе, если только прикоснулась, то выздоровью. То есть рисовалась картина такой вот зрелой веры, но это не так, это заблуждение. Факт состоит в том, что эти люди просто обращались к Иисусу. И это засчитывалось им как вера, как начало вот этого их пути, на который они встают. И Иисус за это и хвалил. Если Иисус не мог где-то совершить чудес по неверию их, то имеется в виду не то, что атмосфера, вот такая гнетущая атмосфера неверия удержала Иисуса от того, что Он совершил исцеление. Нет, проблема не в этом. Иисусу было, ну, как бы сказать, до лампочки на атмосферу. Он мог среди самой враждебной атмосферы фарисейской, которой окружили, смотрели, наблюдали за Ним, Он мог человека исцелить. Лишь бы человек обратился. И когда Писание говорит, что Иисус не мог совершить многих чудес по неверию их, не имеется в виду, что атмосфера влияла на Иисуса. Имеется в виду, что люди просто тупо не обращались к Иисусу. Вот Он пришел в свое Отечество, и люди просто не пришли к Нему. Сказали, да, это плотников сын, мы его знаем, там, его матери, его сестры, братья, мы всех их знаем, как может быть такое, что Он Мессия. И просто они не пришли, тупо не пришли, не обратились к Нему. Ну, вот причина, по которой Иисус не исцелил. Не потому, что Он не мог, да, вот зашел Иисус такой, ой, я здесь так ослаб, здесь такая атмосфера, я так ослабел, и не могу ничего сделать. Нет, не поэтому. А потому, что люди просто не пришли и не обратились. И поэтому Иисус не совершил многих чудес по неверию их. Но на некоторых все-таки возложив руки, исцелил. Потому что эти люди, даже в Назарете, даже в Его Отечестве, они к Нему пришли и обратились. Итак, главная причина, по которой мы, может быть, имеем какие-то противоречия в своих мозгах, мы не совсем понимаем, что такое исцеление в Новом Завете. Нам кажется, мы смотрим на служение Иисуса Христа, и нам кажется, что мы можем себя где-то поместить вот в эти рамки, или в эту роль поведенческую модель, мы можем себя ввести тех людей, которые обращались к Иисусу. Да, мы можем, но там все люди находились в начале пути. Исцеление – это не что-то, что является обязательной частью нашего земного наследия. Когда Священное Писание говорит, что ранами Его мы исцелились, например, Петр цитирует Исайю и говорит, ранами Его мы исцелились, строго говоря, и нужно это признать, нужно просто набраться смелости, и посмотреть правде в глаза, и признать, что здесь не идет речь о физическом исцелении. В случае Петра, вот когда он цитирует, я не помню, там вторая или третья глава своего первого послания, он цитирует Исайю и говорит, ранами Его мы исцелились. Петр не говорит тут о физическом исцелении от слова совсем, он там подразумевает другие вещи. Нужно смотреть в контексте этот отрывок, чтобы понять, о чем говорит Петр. Но, тем не менее, когда Матвей, евангелист, цитирует этот отрывок из Исайя, ранами Его мы исцелились, он подразумевает физическое исцеление. Да, я не говорю, что этот отрывок невозможно или нельзя трактовать в рамках физического исцеления. Можно трактовать, но не всегда. Когда накачивают харизматы, накачивают своих адептов и говорят, что вот возьми эту цитату, цитируй, провозглашай, это неправильное применение данной цитаты. В каких-то случаях в Евангелии от Матфея это применялось как физическое исцеление. Вот эта цитата, это обетование, оно применялось для физического исцеления. Но, опять же, это относилось к людям, которые 100% были в начале пути. А в послании Петра эта цитата, она относится к людям, которые уже прошли определенный путь. У них уже есть христианский стаж за спиной. Там несколько, 10, 15, 20 лет. Петр увещевает верующих, уже давно верующих. И поэтому в его послании эта цитата не используется в рамках и в контексте физического исцеления, материального физического исцеления. Итак, что же такое исцеление? Если так вот строго, по-библейски, исцеление – это знамение или дар Святого Духа, который является инструментом евангелиста. Еще раз. Исцеление – это знамение или дар Святого Духа, который является инструментом евангелиста, частью инструментария служения евангелиста. И рассматривать его как обязательную часть земного наследия каждого верующего – это ошибочно. А вот рассматривать исцеление как дар Святого Духа, как знамение, которое проявляется, когда евангелист служит людям, находящимся в начале пути. Опять же, да, вот, евангелист – кто это такой? Это человек, который идет к людям, которые находятся в начале пути, которые только-только обращаются к Господу, которые только-только находятся на пути уверования в Иисуса Христа. Я не говорю, что исцеление не может происходить в жизни верующих, уже давно верующих, которые имеют христианский стаж. Может, но не всегда, каждый раз, и не всегда вот так вот легко и непринужденно, как это случается в служении евангелиста. И отсюда очень простой вывод напрашивается. Если ты хочешь видеть исцеление, вот, допустим, взбрендило тебе, и ты захотел видеть исцеление, есть такие верующие, которые, как бы сказать, не интересуются этим вопросом. Ну, нет, исцеления нет, да, как бы где-то оно было, где-то о нем говорят, рассказывают разные истории о том, что исцеление было в Америке, там, в Канаде, еще где-то. У нас здесь его так сильно много не проявляется. Ну, и ладно, и люди спокойны, да, как бы не заморачиваются этим вопросом. А есть верующие, которые интересуются исцелением и которые спрашивают внутри себя, где же я могу увидеть исцеление, где я могу его испытать? Ответ очень простой. На евангелизационных полях. Вот если мы хотим найти ягодку-земляничку, то мы знаем, что она растет где-то там на каких-то лесных опушках, которые обладают или имеют определенные физические, географические свойства. Это должна быть опушка, более-менее сухая, освещаемая солнцем, невысокий кустарник должен быть для того, чтобы не затенять земляничку. То есть мы, люди умные, если хотим найти какую-то ягодку определенную, мы знаем, где нужно ее искать. Мы знаем это. А вот когда мы говорим об исцелении, мы почему-то не знаем, где бы нам найти исцеление. Да очень просто. Очень просто. Хочешь видеть исцеление? Ноги в руки и пошел на миссионерские поля. Все. И ты будешь там его видеть. Потому что эти ягодки растут там. Вот такие плоды, условно говоря, или вот такие ягодки, которые ты хочешь посмаковать, они не растут в церкви, в церковном болотце. Не растут в пастырских кабинетах, где обсуждаются какие-то вероучительные вопросы, и где заседают умудренные опытом верующие мужи, прошедшие определенный христианский стаж. Вот эти умудренные опытом верующие мужи, служители, они-то, как правило, и не так-то легко исцеляются. И Писание об этом говорит. Апостольское учение об этом говорит. То есть люди, у которых были проблемы, хронические, длительные проблемы, они, как правило, зрелые верующие, давние верующие. Вот посмотрим в послание, и мы видим, что Тимофей нуждался в медикаментозном лечении. Ну, сегодня мы не пьем вино, да? Суть не в вине. Суть в том, что используется физическое какое-то химическое вещество для того, чтобы поправить свое здоровье. Желудок, частые твои недуги и так далее. Да? То есть вино – это как бы, ну, не разрешение бухать. Вино – это просто указание на то, что зрелым, давно, значит, следующим за Господом верующим иногда требуется уже медикаментозная помощь. Это не то поле, где растут ягодки исцеления. Исцеление нужно искать на поле, где люди только-только обращаются к Иисусу. Вот на этом, скажем, участке Нивы Божьей, вот там вот исцеление ты найдешь. Причем оно там работает легко и непринужденно. Не нужно поститься, стоять на коленях, вымаливать это исцеление. Просто иди и проповедуй людям Евангелие и молись за больных, и ты увидишь исцеление. Почему? Потому что исцеление – это дар Святого Духа, знамение, которым Господь подтверждает истинность проповедуемого тобой Евангелия. Это то же самое, что делал Иисус. Он говорил «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И в доказательство, ребята, вот любой, кто сейчас обратится ко мне, я помолюсь и будете исцелены. Вот очень просто. Иисус действовал как исцеляющий евангелист в данном случае. А что касается зрелых верующих, да, там уже начинаются какие-то такие неоднозначности. Например, мы сказали уже про Тимофея, который нуждался в медикаментозном лечении. Можно вспомнить также Епофродита, который был болен при смерти, да, но Бог помиловал его. То есть Епофродит не относился к исцелению как к обязательной части его земного, подчеркиваю, земного, наследия как верующего. Мы все будем исцелены на небесах. Там не будет болезни, да. Но пока мы здесь, зрелый верующий, неновообращенный служитель может подвергнуться, скажем так, испытанию. Взять даже Иова в Ветхом Завете. Мы не можем назвать Иова новообращенным. Мы не можем назвать Иова каким-то человеком, только-только обращающимся к Иисусу, ну к Богу тогда еще Иисус, да, может он и не знал этого имени. Он был испытанным, зрелым верующим, имевшим достаточно длинный послужной список и долгий стаж, и подвергся испытанию. В итоге, конечно, он получил исцеление, да, то есть в итоге все обновилось, там преобразилось и так далее. И также верующие сегодня в Новом Завете, они могут быть таким образом испытаны. Подчеркиваю, верующие уже давно следующие за Господом. А новообращенным младенцам Господь как бы, ну, снисходителен, и там происходит все быстрее, и легче, и безболезненнее. Ну, как бы, они маленькие, они только-только в начале пути. Дальше, Ипофродит сказали, Ипофродит не относился, еще раз повторю, не относился к исцелению как к обязательной части своего земного наследия. Он был готов умереть, зная, что будет исцелен на небесах. Дальше, Павел оставил Трофима больного в Милите. Это в посланиях Тимофею, не помню, каком, первом или втором. Вопрос, Павел, если исцеление – это обязательная часть земного наследия верующих, как ты мог оставить Трофима больного? Ты должен был домолиться до конца, чтобы он получил исцеление. Но Павел прекрасно понимал, что Трофим не мальчик. Трофим не какой-то там младенец. Трофим уже, ну, член апостольской команды с большим христианским стажем. И что здесь исцеление не будет так легко работать, как оно работает на евангелизационных полях. Поэтому он оставил его больного. И потом, как и чем это закончилось, мы не знаем. Ну и, наконец, сам Павел. Он был болен. Хотя многие коверкают это местописание, пытаются лукавить, пытаются чего-то там притягивать за уши. Жало в плоти Павла – это болезнь. Если мы говорим, что это что-то другое, мы лукавим просто. Мы не смотрим фактом в глаза, мы пытаемся исказить место священного писания какими-то другими объяснениями. Жало в плоти – это болезнь, о которой Павел молил Господа и говорил, Господи, ну, как же мне с этим жалом-то ходить? Ну и Господь, мы знаем, что ответил. Для тебя, взрослого, зрелого дядьки, моей благодати достаточно. Это будет тебе даже на пользу, если ты будешь немножко кряхтеть, потому что это убережет тебя от гордости. Объяснение очень простое. Итак, резюмируя, хочешь видеть исцеление – иди благовествуй. Очень просто. Если ты хочешь исцелиться сам, здесь будет немножко посложнее. Не отвергай медикаментозного лечения. Обратись за помощью, конечно же, к пресвятерам. Писание говорит, если кто-то из вас болен, пусть призовет пресвятеров, и они его помажут елеем во имя Господне. И оставит его Господь, если садил грехи, простятся ему, да, и есть такое место в Яково. Так вот, сам факт того, что человек должен призвать пресвятеров, говорит о том, что этот человек не сильно-то еще зрелый. Потому что пресвитер, пресбутерос по-гречески, это человек зрелый, старец, да, умудренный опытом, прошедший определенный христианский стаж, да, прошедший определенный путь. А тот факт, что человек в послании Якова должен был или призываем был пригласить пресвятеров для молитвы за свое исцеление, говорит о том, что этот человек новообращенный, недавно обратившийся к Иисусу. Он еще сам не пресвитер, он еще сам не достиг, да. Но поскольку он молодой, поскольку он только в начале пути, то пусть он позовет людей зрелых, да, которые обладают дарами исцелений, а такие в церкви должны быть, это отдельный момент, я сейчас его проговорю, то это исцеление происходит более-менее легко, да, то есть тут нет какого-то затруднения. Человек в начале пути, человек только-только обратился, его нужно утвердить, и он ищет исцеление у более зрелых верующих, обладающих дарами. Они молятся за него с помазанием, или им Господь его восставляет, если он там садил какие-то косяки у него есть, он кается, и все нормально, приходит в норму, вот. Здесь нет никакого противоречия. А если человек зрелый, давний, там, тем более пресвитер какой-нибудь, служитель, то весьма вероятно, что не так-то все просто у него закончится, да, может быть, потребуется какое-то медикаментозное влияние, да, там, воздействие, хирургическое вмешательство. То есть, путь более тернистым будет однозначно, а может быть, даже и летальным, да, фатальным путь может быть. То есть, это как бы уже, ну, воля Божья, да, то есть, здесь уже нет такой однозначности. Однозначность и стопроцентность – это на полях евангелизации. Вот туда иди, иди человека с улицы и смело, вообще, просто смело, вот, сто процентов молись за его исцеление, и там Бог будет действовать, там оно будет проявляться. Со зрелыми верующими уже вопросы возникают, да. И, наконец, последнее место, которое хотелось бы прокомментировать, это первое Коринфянам, 12 глава, где говорится о дарах Духа Святого. Там присутствуют дары исцелений. То есть, исцеление – это дар, это необязательная часть нашего земного наследия. Это дар, который проявляется в служении определенных людей. Не всех людей, а определенных. Это инструмент для евангелизации, инструмент, которым мы должны пользоваться как евангелисты. То есть, если ты не евангелизируешь, если ты, ну, не идешь на это миссионерское поле, то тебе инструмент Господь не дает. Ну, а зачем? Ну, ты сидишь дома, да, там, занимаешься каким-то другим служением, учением, например, пророчеством. Допустим, ты занимаешься учением или пророчеством. Зачем Господь будет давать тебе инструмент, который предназначен для евангелизации? Он не будет тебе его давать. Ты будешь заниматься пророчеством, учением. Ну, может, иногда по молитве, там, церкви произойдет исцеление и через тебя, да, там, ты будешь молиться вместе с другими, возложишь руки, там, на больного, и произойдет исцеление. Я не говорю, что Господь никогда не будет через себя исцелением действовать. Я просто говорю, что стопроцентно и часто это будет происходить тогда, когда ты будешь находиться в правильном месте и заниматься правильным делом. Вот тогда это будет происходить сто процентов и часто. А когда мы находимся в каких-то других сферах и занимаемся какими-то другими служениями, рассчитывать на то, что исцеление будет происходить часто, не нужно, не нужно быть наивным. Дары Святого Духа – это инструменты, которые даются для проведения определенного служения, для, ну, как бы сказать, работы. Серб дается крестьянину, молот дается рабочему. Если крестьянину, который идет в поле сжать пшеницу, дать молот, а не серп, то будет катастрофа. Или если рабочему вместо молота дать серп, да, а не молот, тоже будет катастрофа. То здесь все как бы логично и очень, ну, соответствует Священному Писанию. Господь, Он же логичен, да, и Он дает тем людям, которые находятся в правильном месте, правильные для этого инструменты для работы в этом месте. Очень просто. Поэтому исцеление – это дар Святого Духа. Это необязательная часть земного наследия. На небесах мы все будем исцелены, но на земле к исцелению нужно относиться как к действию дара Святого Духа. Если мы хотим действительно исцеления, если мы хотим излечения, тогда нужно лекарства принимать, идти к хирургу, пусть он вырежет то, что лишнее, да, там, и так далее. А если мы говорим о исцелении, как о чудотворном таком вот проявлении, то это дар Святого Духа, а никак не обязательная часть нашего земного наследия. Именно так нужно к этому относиться. Я не говорю, что нам, давним, древним верующим, не нужно молиться за свое исцеление. Нужно молиться. Но если мы, помолившись несколько раз, видим, что результат не приходит, то нужно быть просто, ну, разумным и здравым. И сказать, Господь, ну, хорошо, ты, наверное, хочешь, чтобы я в больнице кому-то посвидетельствовал, да, например. Или ты хочешь, чтобы я где-то пострадал плотью и перестал грешить, например, да. Это Новый Завет, это не Ветхий, это Новый Завет. Так что здесь важно именно определиться, что это такое исцеление. Исцеление – это необязательная часть нашего земного наследия как верующих. Это дар Святого Духа, который проявляется как знамение на евангелизационных полях. Ну, и в церкви он тоже проявляется. Проявляется, я не говорю, что в церкви его невозможно найти. Но если мы хотим именно в церкви видеть исцеление, то нам нужно действовать как евангелисты в церкви. Нам нужно больше, как бы сказать, концентрироваться на самом Христе, да, больше посвящать время проповеди самого Христа, да. То есть в церкви евангелисты тоже могут же проповедовать, не только на миссионерских полях. Но, тем не менее, еще раз, стопроцентность исцеления, она происходит именно где-то на евангелизации. Вот там стопроцентность. Там смело, вот просто без разбора, не думай даже ни о чем, не парься, не сомневайся. Просто смело возлагай руки на больных и молись, и все, и даже забудь обо всех сомнениях. А в церкви тут уже, ну, важна какая-то, скажем так, методика, апостольское учение, которое говорит о том, что есть специальные люди, которые имеют эти дары исцелений. Ну, как правило, это пресвитеры, конечно же, да. То есть те пресвитеры, которых в послании Якова должен был человек призвать для молитвы за свое исцеление, они, ну, как бы, зарекомендовали себя как люди, через которых это исцеление периодически происходит. Вот. Ну, а когда мы идем на миссионерские, на евангелизационные поля, там исцеление может произойти через любого человека, да, там, новообращенного, там, не сильно, скажем, возросшего, потому что это как раз-таки инструмент и как раз-таки то поле, где находится эта ягодка, это явление, да, этот феномен исцеления. Ну, вот так, вкратце, может быть, я что-то еще упустил, но, в общем-то, вот такой мой подход в последнее время к исцелению. И я сейчас очень внимательно и, ну, скажем, критически отношусь к этим новомодным харизматическим учениям о том, что мы исцеляемся верой, там, о том, что мы должны стоять в вере за исцеление. В апостольском учении я этого не вижу. В рекомендациях, которые дают Павел, Петр и Иоанн, я этого не вижу. То есть апостолы так не подходили к исцелению.